Добрый день! С обзором свежих журналов Алена Воронова. В течение своей жизни она носила имена и титулы Маргариты Французской, Королевы Наваррской, Королевы Франции, графини Ажанской и герцогини Девалуа. Но уже четыре столетия для всего света она единственная несравненная королева Марго. Журнал «Смена номер семь» предлагает подробное жизнеописание Маргариты. Она была очень способным ребенком, изучала древние современные языки, правила стихосложения, обожала верховую езду и охоту, а к 15 годам стала столь прекрасной, что первый поэт эпохи Рансар назвал ее «новой Авророй», рождающейся вместе с зарей. Она не мыслила жизнь без череды романов, о которых ходили легенды. Ей было суждено пережить своего бывшего супруга на четыре с лишним года. Как-то зимой Марго сильно простудилась и уже в марте последняя из рода Валуа скончалась. Подробнее читайте в журнале. Откуда пошло выражение «Гвоздь программы»? Ответ дает журнал «Вокруг света» номер восемь. Писатель Альфонс Даде, рассказывая о постановке своей новой пьесы, приводит слова директора театра «А что, если мы вставим пьесу игрока на тамбурине? Нам не хватает гвоздя, на который мог бы зацепиться успех». Это метафизическое выражение и считается первым случаем упоминания слова «гвоздь» в интересующем нас смысле. Через год, когда, как в Всемирной выставке в Париже, построили Эйфелеву башню, ее сразу окрестили гвоздем экспозиции. Критик Владимир Стасов в 1898 году с раздражением писал «Это нелепое слово было еще нелепее Эйфелевой башни, но оказалось аппетитным и любезным для большинства. С тех пор нет от него отбоя». Гиде Мапассан. Каким был этот человек, будораживший воображение соплеменников и не только их. Автор более 300 новелл «Дон Жуан», любовный список которого включал огромное количество женщин. «Я ворвался в мир литературы, как метеор, и исчезну, словно отзвучавший раскат грома», — сказал он однажды. «Быть может, он был еще и провидцем». Биографы до сих пор спорят о том, где появился на свет писатель. Подробнее читайте в журнале «Смена» номер 8. Журнал «Домашняя циклопедия» номер 7 составил черный список женских причесок, которые раздражают и даже пугают мужчин. И так мужчины говорят «нет». Стрижки пикси, введенные в моду в 60-х годах XX века. Похожие на мальчика. Укладки с эффектом грязных волос. Девушка выглядит так, будто только что сбежала из психушки. Прическам, в которых много шпилек. Безвкусно, словно девушка пытается замаскировать отсутствие волос. Наращенные волоса. Нет ничего хуже, чем ощутить под рукой какие-то узелки и провода. Афрокосичка. Когда становишься старше, подобных красоток обходишь стороной. И конскому хвосту. Скучно и уныло, особенно если природа не наградила девушку густыми волосами. Гоголь был еще и изобретателем, сообщает журнал «Чудеса и приключения» номер 8. Знаменитый русский писатель изобрел прообраз любимого детьми и взрослыми колеса обозрения. Для этой цели на радость окрестной детворе, любивший вязать на список и шивший себе шейные платки литератор, переделал мельницу в Полтаве. Вот только Гоголевскому аттракциону был уготован недолгий век. Его ноу-хау не прошло банальный тест-драйв заезжего ревизора по технике безопасности и было закрыто. Не секрет, что именно из книг малыши черпают понятие о добре и зле. Но ни дети, ни их родители часто и не догадываются, что персонажи их любимых произведений имеют реальных прототипов. Не стало исключением и знаменитая «Белоснежка» из сказки «Братьев Гримм». В реальной жизни «Белоснежку» звали Мария София фон Эртель, а местом ее рождения в 1729 году был настоящий замок, существующий по сей день. Мать Марии рано умерла, а мачеха, в отсутствие мужа, развлекающийся с любовниками, патчерицу не любила и мечтала убрать свидетеля. К счастью, Мария София успела сбежать. На пути ей повстречались рудокопы, и беглянка осталась жить с ними. В отличие от сюжета сказки, злая мачеха не нашла Марию. В родовом замке, где жила девушка, проводят экскурсии и показывают говорящее зеркало. При его создании был вмонтирован специальный механизм, умеющий проигрывать несколько фраз. Это был обзор свежих журналов, поступивший в сектор периодики отдела обслуживания Центральной городской библиотеки. Редактор субтитров А.Семкин